Депрессия 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 Не то чтобы даже идти никуда не хочет Ему сложно стоять с кровати Ему сложно начать общение Сложно включиться в какую-то деятельность И нежелание Как-то продолжать свою жизнь Если вы у себя замечаете Что жизнь уже не играет такими красками И вам все сложнее перестроиться На радостное настроение То уже это повод обратиться к психологу Как минимум за консультацией Если открыть статьи в интернете То естественно каждая вторая Если не каждая первая Будет советовать Лечить депрессию здоровым сном Допустим правильным питанием И так далее Насколько вообще в ситуации именно депрессии Это способно помочь Или это исключительно профилактические меры На самом деле это очень хорошая рекомендация Потому что депрессия Она часто связана с изменением гормонального фона И как раз таки налаживание базовых Физиологических потребностей Сон, питание, воздух, вода Это забота о себе И это забота о теле Как только тело способно К тому, чтобы испытывать разные эмоции Оно обязательно включится Поэтому это не только профилактика Но это действительно Одни из базовых таких рекомендаций Естественно этим не должно ограничиваться Плюс еще лекарства, да, наверное? Лекарства назначает психиатр При острых формах депрессии Часто, да, они в комплексе тоже работают И хотелось бы задать актуальный сегодня вопрос Сейчас в ситуации угрозы заражения коронавирусной инфекцией ВОЗ, в частности, рекомендует поменьше паниковать Потому что это очень деструктивное такое чувство Как успокоить себя, чтобы действительно это не мешало жить и принимать адекватные меры? Вопрос хороший Я не понимаю, почему он популярный Вообще успокоить себя Очень, можно сказать, просто Мы волнуемся, когда Что-то запускает нашу нервную реакцию Волнение Как только мы переключаем Свой фокус внимания на что-то другое Более позитивное, нам становится спокойнее Вообще данная ситуация Она замечательная тем, что можно сосредоточиться На чем-то новом Потому что ситуация кардинально поменялась Почему бы теперь, когда есть все условия Не посвятить время себе Задуматься о чем-то новом для себя Повести какие-нибудь письменные практики своего состояния Писать дневники Начать провести время с друзьями, близкими Созвониться с теми, кто живет в других городах Узнать о них Подбодрить их чем-то Попробовать что-то, что давно не делали Сейчас, насколько я знаю, просто взрыв образовательных онлайн-платформ Потому что люди начали заниматься саморазвитием Почему бы не заняться дома спортом То есть делать все, чтобы жизнь заиграла новыми красками И все-таки положительное перевешивало, негативное Тогда будет, конечно, намного проще Самый главный вопрос Что делать, когда твои близкие Подвержены депрессии Когда они лежат лицом в стенку И не хотят ничего делать Тоже понимаю, разделяю вопрос Потому что невозможно оставаться безучастными Когда твой близкий лежит И потерял любой интерес к жизни Хочется подойти, как-то развеселить Начинаем читать статьи в интернете Узнавать, какие способы Мотивировать пойти куда-нибудь что-нибудь посмотреть Но часто это не работает Потому что у человека просто нет на это сил Самое главное, что мы можем делать Это приходить к человеку Подходить Показывать, что мы все еще остались в его жизни Принимать его состояние Говорить, что Я вижу, что тебе так и так Что ты лежишь Что тебе больно, плохо Ты можешь мне не говорить ничего Я просто побуду рядом И поддерживать человека Максимально хвалить его Если мельчайшее изменение произошло В его одежде, в его поведении Сразу это отмечать Что Готый такой молодец Это так здорово То есть накапливать положительный опыт И как только у человека появились Какие-то хотя бы зачатки С деятельности К тому, чтобы что-то начать Очень помогает арт-терапия Хотя бы просто провести кисточкой по бумаге Это уже хоть какой-то процесс И человек включается Мозг начинает работать И такие техники тоже очень помогают Поэтому быть рядом Быть участливым И не оставаться безразличным